Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Ну что, пустые баночки бюджетной косметики за июнь месяц. Ну что, давайте начнем с дезодорантов, потому что дезодоранты летом летят маловерно. Так, первый закончился вот такой бюджетный дезодорант со скидкой Faberlic, он вообще там, ну как до акции, по 119 рублей. Да, здесь маленький объем 100 миллилитров, можно два такие взять и вот вам 220 рублей. Так, приятный такой аромат и это популярная водичка, такой свежий, артикул, сейчас скажу, 3603. Обязательно будем повторять, водичку парфюмированную пока нет, я не буду брать. Ну, не стойкие они, Faberlic ароматы слабоваты для меня лично. Арифлейм посильнее, и так что присмотреть, Faberlic очень много дезодорантов. Следующий, это была новинка весны, мужской дезодорант, сейчас новинка, выйдут такие кремовые дезодоранты по 300 с чем-то рублей. Это вкусный аромат, но когда муж начал пользоваться, сначала белым брызгал. Надо хорошо вот так стрясти, очень хорошо вот так стрясти и распределять. Я сама еще не пробовала, попробую вот сейчас в ближайшее время заказать такое вот и расскажу вам ощущения. Оставляет липкость, ну, прям такие, они однозначные. Пока надо тестировать. Так, артикул 05.78. Следующий, закончился у мамы дезодорант. Эйван. Эйван Труш, такой приятный, свежий аромат. Многие парфюмированную водичку любят. Ну, ей нравится. Не оставляет следов, защищает. Ухаживает за подмышками. Ну, долго говорить об этом дезодоранте не буду. Так, следующий, закончился тоже у меня дезодорант. Бюджетный Экс. Его можно и на Валбересе, и в Ашане купить. Свежесть и нежность, уверенность, защита. Что могу сказать? То 23, вот так я могу сказать. Он защищает в том плане, ну, что запаха нету, если вы потеете, да. Никаких белых следов, никаких разводов он не оставляет. Но если очень жарко, влажно, может быть, какой-то физической нагрузкой, или бежали там в жару и влажность, может все равно, ну, как бы, вспотеть, да. Как бы, одежда будет видна. Без солей и алюминия. Вот эта марка мне очень нравится. У меня сейчас второй такой есть. Посмотрите, вот эти дезодоранты хорошие. Но они средняя защита, никаких следов, грязи, ничего не оставляет. Следующий закончился Фаберлик. Вот такой гель для душа, большой. 94% натуральный. Сакура с хлопком. 400 мл. Вот на весну, на лето. Прекрасный нежный аромат. Сам гель не густой. Такой жидковатый. Кожа после нее гладкая, приятная душка, но душка не сильно остается. Ну, как бюджетный вариант. Такой вот. Можно брать. Ну, я не могу сказать, что прям вау, такой клевый гель. Бывает лучше. Честно говорю, вот как есть. Далее закончился гель Ева Мозаик. Я оставлю ссылочку на Валберис Брала. Это мицеллярный тонизирующий гель. Это морские водоросли, морская соль, нициамид, таурин. Такой свежающий, приятный. Немножечко не слишком жидкий. После него на теле какая-то свежесть. Тонизирует. Здесь экстракт морских водорослей. Богат полисахаридами, аминокислотами. Эффективно увлажняет кожу, активирует внутренние клеточные процессы. Питает кожей энергией. Ну, мне понравилось, надолго хватает. И 150 рублей он стоил на тот момент. Классный. И одушка прям... Ну, вот кто любит морскую тему, это для вас гель для душа. Так, ну что. Следующее. Ну, вот немножечко осталось. Мицеллярная вода от Фаберлик. Биомика. Оно на где-то 200 с чем-то рублей выходит. 300 миллилитров. Хорошо снимает макияж. Даже такой... Если у вас сильный такой прям макияж. Даже водостойкий. Все снимает. Но у меня были периоды, когда... Было пощипывание. Не знаю, может быть кожа что-то так вот реагирует. Иногда снимаешь, никакого пощипывания не было на лице. Может быть что-то здесь такое содержится, что на мою кожу, у меня комбинированная кожа, что-то вот воздействует. Тут сбалансированный микробиом здоровой кожи. Когда тушь снимаешь с глаз, не щипет ничего. Но вот когда ты ее полностью макияж ватным диском, это мицеллярной водой снял, у меня вот щеки покраснение было. Может быть давление, может быть сосуды. Я не знаю с чем это связано, но у меня периодами было такое. А других мицеллярк у меня такого нет. Здесь, наверное, что-то содержится. 95% натуральных компонентов, не содержит парабенов, этилового спирта, гипоаллергенная душка. Ну да, запаха ничего не имеет. Так, артикул... Тоже не скажу. А, 12-45. Ну такое, неоднозначное. Вот так неплохая, но вот видите, у меня такая реакция. Это у каждого все индивидуально. Так, следующее. Закончилась бюджетная вот такая сыворотка. Она даже не закончилась, но видите, уже в таком состоянии. Это флоресан, гиалуроновая кислота. Ну ничего такого не ждите. Бюджетная такая вот водичка. Как база под макияж увлажнить кожу. Потерю влаги восстанавливает. Ничего такого. Способствует разглаживанию морщин. Ну, в это я не верю, потому что это марка Флоресан. Она бюджетная. Лучше подороже что-то взять и чтобы работала. Ну вот видите, я до конца ее не сделала. Немножко там осталась. Она уже вот так вот с пипеткой. Ну, приятная душка. Но мне за коктейль ничего такого не ждите-то. Просто увлажнение. Ну, я не увидела ничего такого эффекта. Так, закончился мой любимый тоник. Чистая линия. Сейчас новый вышел. Я его тестирую. Что-то я на тонике на чистой линии. Вот нравится мне и все. Лосьон тоник витамин С. Свежесть энергии. 90% натуральная. Кожа прям дышит. Говорит спасибо. Ну, мне нравятся вот эти вот маленькие. Они часто бывают со скидкой. Везде они продаются. Мне нравятся тоники. Пишите, нравятся вам тоники чистые линии. Ну, долго говорить о них не буду. Так, закончился вот такой. Помните, я брала Новосвит. Гель Фирер. Усилитель увлажнения. Это ночной. Ну, так хорошо увлажняет. Но ничего от этого крема не ждите. Вот, говорю, как есть. Гель Филер. Там такие вот маленькие, вот если посмотреть, микрокапсулы. Та увлажняет. Кожа мягкая, приятная. Ну, что-то прям такого. Восстанавливает гладкость, упругость. Ну, ничего такого. Прям борьба с морщинами. Просто такой легенький, бюджетный крем. 300-400 рублей стоит. Но мне кажется, цена завышенная. Вот. Можно оставить. Что-то потом применять. Как дозатор. 130 миллилитров. Ну, вот и использовала. Так, закончился у мамы вот такой крем. Это вообще прошлогодние запасы. Ну, вот она взяла. Тройной уход. Увлажняющий крем для лица. С витамином Е. Она использовала в конце апреля, по-моему. Вот в начале июня закончила. Хорошо увлажняет. Подходит как база под макияж. Не подчеркивает какие-то, знаете, шелушения, что-то такое. Он не возрастной. Ну, вот. Сейчас они по 229 рублей, эти крема. Хорошая цена. Потому что здесь 100 миллилитров учитывать. И надолго его хватает. Хоть у мамы кожа комбинированная, но подойдет для нормальной кожи. Многие берут вот эти крема. Нравятся. Я тоже против ничего этого крема не имею. Хорошо увлажняет, напитывает. Тональный крем прекрасно ложится на этот крем. Ну, хороший крем. Следующее. Закончился гель для бритья. Тоже Эйвен. Но я использовала только его для ног. Мне не понравилась одушка. Сам гель такой неплохой. После него раздражения нет. Он такой синенький. Ну, часто они сейчас будут со скидкой. Ну, хороший рабочий гель для бритья. Но ничего такого. Здесь с маслом жожоба. Как бы питает ваши ножки и раздражения ничего нет. Ну, возможно, повторю, но аромат не очень. И надолго его хватает. Так. Далее. Закончились срок годности. Первое. Лак Стеллари. Вот такой, знаете, сиренево-серебристый. Сейчас скажу оттенок. Оттенок 105. Ну, просто пришел срок годности. Если вы хотите сами себе делать маникюр, хорошие лаки, присмотритесь в Стеллари. Продаются на Валберис, магнит-косметик. Часто 1 плюс 1. Хорошая кисточка. Долго наносится. Ну, говорить не буду. Вот. На любой вкус. Лаки Стеллари. Периодически я возвращаюсь, периодически их беру. Мне они очень нравятся. Ну, долго говорить о них не буду, потому что срок годности пришел. Так. Закончился тоже классный лак. Но он не очень был, конечно, стойкий. Но 3 дня продержится. Это Катрис. Почему-то у меня вот так он с колпачком выходил. Красивый такой цвет. Он, знаете, как? Вроде коричневый, но немножечко... Таким-таким-то фиолетовым отливом. Вы видите даже так на камере. Кисточка удобная все. Но не очень стойкий. Я не смогу сказать. Цвет не смогу. Просто пришел срок годности. Катрис хорошая вообще косметика. Так. Далее. Закончился классный бальзам для Губа Тейва. Клубника. Сейчас там другие вкусы вышли. Обязательно, может быть, если буду делать заказ, ну, со временем, может, в августе, не знаю, когда что-то, ну, мне нужно, будет необходимо, обязательно этот бальзамчик повторю. Он там, не знаю, по 140 рублей. Его надолго хватает. Он, одушка обалденная, прям вот хочется съесть. Он так хорошо увлажняет губы. Просто. Просто, если вам нужна хорошая гигиеничка, бальзамчик берите. Честно скажу, даже лучше, чем фаберлик. Вот я с авокадо пробую. Вот этот все равно прочим. Не знаю, что они там в состав добавляют, но очень классный бальзам. Обязательно буду повторять. Так, следующее. Закончился вот такой крем. Маме дарили для век. А, нет, не дарили, мы покупали в Магнит Косметик. Омолаживающий комплекс для контура глаз. Комплекс аминокислот, экстракт петрушки. Подходит для всех типов кожи. Он там недорого стоит. Сто с чем-то рублей. Вот так он выглядит. Он такой жидкий, гелевый. Ну, таким каким-то лечебным пахнет. Маме понравился, сказал, неплохой. Возможно, даже будет повторять. Но он ухаживает кожей век. Меньшает темные круги. Ну, как бы замедляет процесс старения. Расклаживает морщины, я, конечно, это не верю. Но лучше, чем, например, от Комплимент. Это какая-то аптечная косметика. Называется Фармакос. Хорошая. Возможно, будем повторять. Так, далее. Закончился у мамы небюджетный, да, я скажу, вот такой бустер. Он омолаживающий. Надолго его хватило. Бустеры мы используем одну-две капельки и смешиваем с дневным кремом или с ночным. Очень понравился. Я сейчас заказала бюджетные старые версии. Я сама пользуюсь бустерами от Reflame. Мне очень нравится. Артикул скажу. 42,672. Он так стоит 500 рублей. Берите, когда там какая-то акция 2 плюс 1. Или, например, там бустер берешь, крем, как бы со скидкой. Цена не дешевая. Он хорошо напитывает кожу. Ничем таким не пахнет. Жиденький такой. Ну, как и сыворотки, да. Классно. Следующая закончилась. Вот такая масочка Royal Velvet. Маме понравилась. Она была там по 119 рублей. Многим и крем нравится. Но это старше 40 лет. Омолаживающая, подтягивающая масочка. Долго говорить о ней не буду. Возможно, да, мы ее повторим. Пишите, кто правил эту масочку, как вам. Так, закончился мой любимый мусс. Ну, вот видите, там даже остался. Но там идет вот просто уже как водичка. Я обязательно сейчас буду повторять. Потому что я вот сейчас пользуюсь мусс для объема от Faberlic. Мне вот не хватает объема. И он не держит форму. А здесь сильная фиксация до 7 дней. И прям вот ТАФТ. Надо, наверное, повторять. Мне очень понравилось. Без клеения, без следов. Как я использую, кто не знает. Например, у кого коры или кому не хватает объема. У кого тонкий, например, пуристый волос, как у меня. Например, вы помыли голову. Ну, там. Немножко промочили полотенцем. А вы используете, я имею ввиду, какой-то там, ну, для расчесывания, какой-то сыгрудку или спрей, типа там, фрукти, солин. Расчесали, да? Посушили феном. Потом я просто фенщетку укладываю. И вот перед фенщеткой я наношу на волосы мусс. А, перед феном вообще. Вот так вот распределяю феном. Потом фенщетка. И у меня вот такой объем, правда, держится несколько дней. ТАФТ это очень классно. Так что присмотритесь. Если у вас есть хорошие марки, порекомендуйте, как еще. Буду повторять. Потому что Фаберлик меня что-то не устроила. Именно мусс для объема. Так, закончилась. Тоже популярная маска Ликата. Она увлажняющая. Передается в Магит Косметик. И на Валберис. Тоже ссылку на нее оставлю. Потому что я покупала. Она сейчас и в таком тюбике бывает, и в таком вот. Она такая белая, нежная. Ну, такая бюджетная масочка. Которая увлажняет. Я бы не сказала, что она прям какая-то силиконистая. Ну, для меня, как бы, знаете, такие впечатления как-то средние. Я не могу сказать, вау, это такая классная маска. Нет. Бывает круче. Ждала от этой маски, конечно же, больше. Ну, она восстанавливающая. И мгновенное восстановление. После нее волосы мягкие, пушистые, хорошо расчесываются. Ну, так. Это же вроде России делает. Ну, не могу сказать вау. Так, закончилась вот такая новинка с маракуйя. Маска для волос. Очень вкусная. Прям ее хочется съесть. Хватило на два применения. Ну, вот. Отдушка на волосах остается. Объем. Красивые, здоровые волосы. Нравятся. Буду повторять эти масочки. Просто моя любовь. Так, закончилась маска, краска фара. Долго говорить о ней не буду. Пока мы на ней сидим золотистой русой. Маме нравится этот цвет. Пока остаемся на нем. 130 рублей. Бюджетные. Так, закончились ватные диски Emily Style. Хорошие, хорошо простроченные. Не слишком тонкие, не ворсистые. Диски, диски. Так, закончилась. Это реклеим вот такое мыло. Оно часто сейчас бывает с распродажей в виде розочек. Приятная одушка. Надолго это мыло хватает. Натуральный состав. И подарить такое можно. Оно такое квадратненькое. Будем повторять. Ну, если будут на распродаже. Так что, если вы хотите хорошего, качественного мыла, заказывайте в Reflame. Так, далее закончились. Я использовала на даче. Для снятия макияжа вот такие салфетки Ashan. Одной салфеткой достаточно снять с лица, с бровей, да, макияж, с глаз. Они там до 30 рублей стоят. Они такие плотные, хорошо пропитанные салфеточки. Не вызывают раздражения. Вот здесь содержится витамин А, Е для всех типов кожи. И снимается только макияж. Даже с собой там, мало ли нужно. Присмотритесь в дорогу. Далее закончилось. Ну, просто я так понимаю, что уже все, пришло срок годности. Я не доиспользовала. Галамарт. Вот это вот. Иногда в Ашане я так увидела маску. Это и гель, и скраб, и маска. Как хотите, можете использовать. Она устраняет, ну, как бы, черные точки. Ну, мне кажется, это все бред. Ну, улучшает цвет лица. Борется с расширенными порами. Здесь древесная уголька. Олень, женьшень. Для нормальной комбинированной кожи. Я использовала как маска и умывалка. Хорошее бюджетное средство. Skin Shin. Вот, присмотритесь. У кого проблемная кожа. Особенно сейчас, на летом. Когда кожа больше жирнится. Совсем нужен другой уход для вашей кожи. Повторяет? Пока не знаю. Нет, не буду. Далее. Закончился вот такой парфюмированный аромат. Кристалл. Кристалл, да. Такой. Бюджетный, дешевый. Мы даже не пользовались. Фикс прайс. Я не знаю, где-то покупали. Вот такие маленькие ароматы. Кокоробки. Просто как уже освежитель. Что-нибудь брызгали. Вот так вот использовали. Ничего особенного. Такой аромат на любителя. Далее. Закончилась вот такая масочка. Елизавета. Ну. Многою. Она с гиалуронкой хорошо увлажняет, напитывает. 15-20 минут. Отличное лекало. Я периодически беру. Любимая маска. Ева Мозаик. Нет, не Ева Мозаика. Елизавета. Ну, корейская, короче. Вы поняли. Долго говорить о ней не буду. Потому что я уже не первый раз ее беру. Так, потихоньку. Вот набор пробников использую. Вот этих Уэйнт от Эрифлейн. Здесь как ночная маска для восстановления. Голубой. Так. Пробник. Артикул 45-694. Нанесла ее. Мне кажется, в пробнике маловато ее. Наносишь. Как бы оставляешь на ночь. И на утро у меня какие-то от нее были немножечко, знаете, прыщики мелкие. Какая-то вот, я так поняла, аллергическая реакция. Так что у меня вот такие двоякие. Для моей кожи, наверное, эта масочка не подойдет. Хоть она восстанавливает. Отдает отдохнувший вид. Ну, вы поняли. Она как крем в таком тюбике. Наверное, для меня она не подойдет. И цена ее, да? Там. Ну, вся эта серия от 1000 рублей. И последнее. Наверное, не знаю. Ну, помойку положу. Никому уже не буду датовать. Это даурская маска для лица успокаивающая. Нет, есть хорошие маски бабушки Агафьи. И даже маски для волос. Когда-то мы все ей пользовались. Но вот что-то здесь мне не понравилось. Какое-то раздражение у меня испытывает лицо. Здесь экстракт ромашки, лилия, кладония, сок огуречной травы. Не знаю, что-то она мне не зашла. И она такая вот, ну, лавандового цвета. Содержит 100% натуральные ингредиенты. Вот именно эта масочка не зашла. Оставлю. Кому нужно, тот возьмет, будет использоваться. Вот. Все. Вот такие были пустые баночки за июнь месяц. Надеюсь, вам было интересно, полезно. Пишите. Успели вы позагорать, искупаться. Потому что мы в этом году никуда не поедем. На дачу или вот на пруд. Куда-то вот такие на речку будем ездить. Я слышала, что там в Анапе, в Крыму ужас. Все пляжи забиты. Просто там трэш происходит. Пишите, как у вас обстоят дела с летом, с настроением. И ссылочки все в описании. И будут еще многие интересные видео. Всех целую. Обнимаю. С вами были Анисиные Глазки. Пока-пока. Пока-пока.